Не, ну так же ж не годится! Меня мой ассистент кинул. Ассистента не накормили. Ассистент отказывается работать. Всем привет, я Елена Голан. Сегодня у нас с вами необычный формат видео. Я решила снять видео изнанку, в котором я покажу, кто моя команда, на какое оборудование я снимаю, все, что вам хотелось бы знать по ту сторону экрана. Итак, начнем с моей команды. В моей команде, на самом деле, не так уже много людей. Мой главный ассистент, это моя Ника. Ника, помаши ручкой. Это и мой видеограф. Девочка, которая помогает мне снимать все мои основные видео. Она помогает мне делать фотографии и сториз для моего инстаграм, когда вот я иду и снимаю сториз с интересным монтаж. Кстати, она же и монтирует мои видео, потому что смонтировать видео Елены Голан, поверьте мне, это огромный труд. В каждом моем видео примерно от 100 до 500 импортированных фотографий. А это значит, что их сначала нужно подготовить, найти, импортировать Final Cut. Final Cut это такая профессиональная программа, в которой монтируются все ютюбовские видео. Кстати, еще про Final Cut. Наверное, вы замечали, в последнее время у меня появились такие классные штучки, которые называются Call Out или One Thirds. То есть, одна третья, то, что всплывает снизу, или, допустим, всякие модные динамичные шрифты. Это то, что называются плагины, и они покупаются отдельно к Final Cut. На самом деле их очень легко найти. Через Google вы просто пишете в поисковике плагины для Final Cut, и у вас высвечиваются различные сайты, которые предлагают готовые плагины для того, чтобы вот так вот украсить видео, и оно смотрелось более профессионально. И, конечно же, поиск ссылок. То, что потом размещается в инфобокс. Наверное, можно сказать, что это один из самых трудоемких процессов в подготовке видео, потому что, допустим, если бы я снимала видео в формате «Вот вам список трендов, вот так они выглядели на подиуме, окей, поехали дальше», то мои видео, наверное, были бы в три раза менее трудозатратные, но так как к каждому видео я ищу минимум по 10 пунктов стрит-стайла, то есть конкретных примеров, как можно носить тот или иной тренд, или просто базовую вещь в ежедневном стиле. Это один пункт. И второй пункт, вы знаете, в каждом моем видео я подбираю вещи, реальные вещи, которые можно найти в онлайне, в определенных магазинах. Это тоже определенный труд, который проводим мы с Никой вдвоем. До карантина мы практически всегда сидели с ней за одним столом и работали в таком как бы прямом диалоге, скажем так. Конечно, после наступления эфира, хотела сказать, нет, не эфира, к сожалению, карантина мы научились работать на удаленке. Она сидит дома, работает, я сижу у себя дома, работаю. Но в любом случае это мой главный ассистент. Человек номер два — это профессиональный фидеограф, который... Ну, нельзя сказать, что это прям моя команда, но если мне нужно снимать какое-то очень важное видео, где, знаете, я такая вся волшебная, иду по улице, в динамике, то, конечно, тогда приходится вызывать профессионального видеографа. У меня есть несколько ребят, которые со мной работают на постоянной основе. Это профессиональные видеографы со своим оборудованием, со своими камерами, со своими стадикамами. И это, конечно, совсем другого формата видео. Кстати, если вы заметили, таких видео у меня на канале стало немного меньше, потому что я заметила, что вам больше нравятся теоретические видео, чем практические, хотя, может быть, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, какой формат видео вам больше нравится, где много примерок или где, наоборот, много теоретических объяснений, что, почему да как. Ну и, конечно же, самый главный помощник, что бы я ни делала, всегда где-то на расстоянии вытянутой руки, моя булочка, мой самый главный ассистент, что бы я ни делала, она всегда рядом. Я очень надеюсь, что вам тоже нравится присутствие этого маленького энергетического комочка счастья рядом со мной. Бухгалтер, конечно же, ну куда же без наших любимых бухгалтеров, потому что, естественно, что все платежи у меня проходят официально, я официально зарегистрирована и ФОП, это то, что в России ИП. Соответственно, без бухгалтера никак. Я даже помню первый наш звонок, когда мы только созвонились, мне пришлось очень и очень долго объяснять, чем же я тут занимаюсь. Конечно же, юрист, потому что специфика блогерства заключается в том, что у вас очень много международных связей, и, ну скажем так, абсолютное большинство моих платежей, которые официально поступают на моё СПД, на мой ФОП, это международные платежи, которые идут из-за границы. Соответственно, мне нужно прикрепить к каждому платежу международный договор, а это означает, что он должен пройти через руки юриста, потому что у каждой страны свои правила, у каждого контрагента свои пожелания, и всё это нужно синхронизировать с украинским законодательством. В связи с этим, к сожалению, тоже без юриста никак. Ну и когда я запускаю наши инфопродукты, стильная кухня, например, то, естественно, мы в команду, временно в команду берём программиста, хотя это неправильно называть, но, в общем, очень умного мальчика, который может настроить платежи, который может настроить их поддержку, который будет контролировать, чтобы все платежи правильно проходили, общаться с клиентами, и вот эту всю красивую картинку нарисует, вот где вы кликаете на что-то и какие-то анкеты заполняете. На самом деле, те, кто проходили стильную кухню, знают, что это очень непросто, и зачастую там было, ну вот честно признаюсь, немало технических косяков, но мы работаем над этим, мы пытаемся исправляться, поэтому уж не ругайте нас, ну да, иногда и с нашей командой бывают, ну скажем так, небольшие проблемы. Ещё стоит отметить работу графического дизайнера, потому что нужно подготовить красивую, привлекающую обложку для YouTube, и, конечно же, это первое, на что вы, как аудитория, обращает внимание. Честно говоря, большую часть обложек готовлю я сама по своим макетам, но эти макеты мне разрабатывал графический дизайнер, и иногда, если я не успеваю, если у меня какое-то очень важное фокусное видео, то, конечно, я заказываю обложку у графического дизайнера. В целом, получается, команда примерно из 10 людей, но, конечно, стоит подчеркнуть, что из них только трое, это те, с которыми я непосредственно работаю, ну скажем так, практически каждый день. Остальных профессионалов, экспертов мы привлекаем под какие-то конкретные задачи, какие-то конкретные проекты или какое-то конкретное мероприятие. Ну и здесь же, наверное, ещё логично проговорить внешних консультантов, которые, ну, как мне кажется, должны быть у любого человека, чем бы вы ни занимались. Допустим, у меня, как у профессионального ютюбера, есть свой аккаунт-менеджер на ютюбе. Кстати, это одна из причин, почему я люблю ютюб больше, чем инстаграм. Да, у каждого влиятельного ютюбера есть свой представитель на ютюбе, который вас ведёт, который с вами созванивается, пишет вам письма, даёт советы. Раз в два-три месяца у нас видео-встреча, где она анализирует мою деятельность, даёт мне возможность разобраться в алгоритмах ютюба, в том, как работает ютюб, статистика, аналитика, все вот эти вот заумные таблицы, всё мне это объясняет, и, конечно, это огромная ценность иметь возможность обратиться к кому-то ради внешнего профессионального совета. И вот, кстати, здесь же ещё и логично будет проговорить и вспомнить различного рода курсы, мастер-классы, которые сейчас, слава богу, у нас возможность покупать. Лично я практически каждый месяц прохожу какие-то интересные курсы и профессиональные по моде, допустим, по истории моды. Могу посоветовать несколько курсов от платформы синхронизация Art&Image. Есть сейчас очень много классных платформ, где можно покупать какие-то нишевые точечные курсы. Допустим, если я чувствую, что мне не хватает знаний по истории моды, я просто иду и покупаю отдельно трёхмесячный курс по истории моды. Вообще, я как настоящий шопоголик, настоящий фэшиониста и настоящий фанат моды могу вам сказать, что если у вас есть какая-то энная сумма денег, и вы бы хотели её потратить с удовольствием, купите себе какие-то курсы, купите себе книгу, но не покупайте себе сумку. Это говорю вам я, человек сумочный маньяк. И здесь же ещё, конечно же, книги. Я могу похвастаться, что я тот самый человек, который читает по одной или по две книги в неделю в зависимости от сложности. Причём я параллельно могу слушать в аудиоформате одну книгу, в печатном формате другую книгу. Сейчас я могу вам сказать, что я каждый день благодарю Бога, что я имею возможность каждое утро, вместо того, чтобы пить чашечку кофе дома, идти пешком к морю, спускаться на пляж и пить свой утренний кофе где-то вот после рассвета на море. Это такое благостное состояние, когда никто тебе не мешает, ты пьёшь свой любимый кофе, читаешь свою любимую книгу, конспектируешь её. Кстати, да, ещё один очень важный совет. Услышала я где-то от умных людей на каких-то курсах по самореализации, по эффективности, почему-то такому, что любую книгу нужно конспектировать. Я взяла это за практику и очень благодарна, потому что, конечно, уровень усваиваемости материала на порядок выше. Здесь же ещё можно вспомнить про интервальное запоминание. То есть вы прочли книгу, её законспектировали, через 2-3 недели вы возвращаетесь к этим материалам, ещё раз их просматриваете, через полгода ещё раз просто пробегаетесь глазами по своим тезисам. И, конечно же, это самый идеальный способ освоить книгу так, чтобы она стала, ну, скажем так, частью вашего мировоззрения. Примерно полгода назад я ввела рубрику у себя в Инстаграм под хэштегом Елена Галант, интеллект-фавориты. А в рамках данного хэштега я публикую посты, в которых даю вам список самых интересных книг, которые прошли через мои руки. Я отфильтровываю всё самое неинтересное и пишу списки так, чтобы вам было интересно, вне зависимости от того, в какой сфере вы занимаетесь, кем вы работаете. Так что, если вам вдруг интересно, что я советую, какие интересные книги, там, кстати, не только книги, но и YouTube-каналы каких-то классных достойных экспертов в различных областях, какие-то лекции достойные, обратите внимание на мой хэштег в Инстаграм. Если вы спросите меня, какую книгу я сейчас читаю, то очень вам хочу посоветовать книгу, которая называется «Мода. Почему это шедевр?». Безумно довольна. На самом деле, эта книга у меня в библиотеке лежит уже лет пять. Я её тогда прочла первый раз, как только она появилась у меня. Сейчас я с удовольствием её перечитываю опять в инфобоксе, если кому интересно, пропишу название, чтобы вы могли её найти где-то в онлайне. Итак, сколько уходит времени на подготовку одного видео? Если мы говорим про какие-то короткие видео, допустим, топ-10 блуз на осень, это можно сказать, что достаточно короткое видео, потому что я сажусь, перебираю материалы, составляю список из десяти фасонов блуз, которые я бы хотела видеть в своём видео, передаю ники, она проводит первичный поиск, то есть она проходит все сайты, особенно сложные сайты, такие как H&M и LaModa, где вы знаете, что можно просто ногу поломать в поиске хоть какой-то той самой вещички, которую можно вам рекомендовать. Дальше отсылает мне ссылки, я ещё раз это всё пересматриваю, отбираю лишнее, точнее отбрасываю лишнее, оставляю только то, что действительно стоит вашего внимания, и так появляется, скажем так, скелет этого видео. Дальше я вам ищу примеры, как можно носить ту или иную модель. Для этого у меня есть Инстаграм, я постоянно, когда пролистываю инфлюенсеров, на которых я подписана, у меня сразу заготовлены папки, где я в Инстаграм сохраняю на будущее, то есть те материалы, которые я думаю, что мне в будущем пригодятся для моих YouTube-видео. И таким образом у меня всегда есть какая-то база, на которую я в дальнейшем могу опираться. Такая работа занимает примерно два, может быть, три рабочих дня, дальше нужно садиться снимать это видео, это еще почти полный рабочий день. Монтаж видео это еще один полный рабочий день, точно, может быть, даже полтора дня. Поэтому, когда вы в понедельник видите видео, это значит, что, скорее всего, в пятницу я его сняла. Вторник, среда, четверг мы его с Никой готовили, и в субботу она его монтировала. В воскресенье у нас всегда запасной день на то, чтобы я подготовила обложку к видео, привела в порядок инфобокс, возможно, что-то переснять, доснять. Примерно график такой. Еще один формат видео, и он самый менее трудозатратный, это видео переодевалки, когда я стою перед вами в полный рост, показываю какие-то конкретные аутфиты, переодеваюсь. Для меня это, можно сказать, что зона комфорта, потому что я обожаю креативить, я обожаю составлять на практике конкретные аутфиты, какие-то стилистические идеи, какие-то стилистические трюки, что-то вам объяснять на практике, делиться с вами какими-то отсылками к истории моды. Для меня это, можно сказать, что самый мой любимый формат и зона комфорта. Мне нужно только подготовить аутфиты, у меня это занимает немного времени, подготовить аксессуары, обувь, очки, украшения. Все это делаю буквально за доли секунды, просто глядя в зеркало. У меня сразу выстраиваются конструкции в голове. Остается только это все непосредственно отснять и еще один день на монтаж. Ссылки здесь зачастую искать не надо, потому что чаще всего я оставляю ссылки на те конкретные вещи, которые надеты на мне, а для этого, особенно какого-то такого объемного поиска, не надо. Если мы говорим про максимально длинные и тяжелые, скажем так, видео, то, конечно же, один из самых тяжелых форматов – это обзор масс-маркета, потому что прежде всего мне нужно объехать магазины, пощупать руками, посмотреть, кое-что примерить. Если вы знаете, часто такие видео содержат внутри себя примерки реальные в примерочные, когда я в каждом бренде от 10 до 20 вещей примеряю на себя, чтобы можно было вам дать ориентиры по размерности, по посадке, по качеству, по изнанке, по всем другим характеристикам. Это полный рабочий день, объездить несколько торговых центров, потому что, ну, естественно, как назло, у нас нету одного торгового центра, где были бы представлены сразу все магазины, интересующие меня. Дальше еще один полный рабочий день – посидеть в онлайне на сайтах и посмотреть, какой там выбор, потому что, естественно, в онлайне всегда выбор намного шире, чем представлен в реальных магазинах, и там можно найти много классных новинок, которые не представлены в реальных магазинах. На это уходит еще примерно 1-2 рабочих дня, ну и в целом опять же съемка, монтаж, недавно, кстати, у нас с Никой был побит новый наш личный рекорд, вышло видео на канале, которое было длиной 1 час 5 минут, это самое длинное видео на моем канале, и честно говоря, я его записывала полтора часа, после того, как я закончила его записывать, я поняла, что нет, наверное, такие длинные видео делать неинтересно, потому что, естественно, мало кто досматривает их до конца, а труда там вложено очень много, поэтому я все-таки решила взять тактику на переход на более короткие видео, кстати, пишите в комментариях, какой метраж видео на ютюбе для вас самый комфортный, самый приятный, когда вы выбираете видео, какие посмотреть, ориентируетесь ли вы на минуты, и какая длина видео, какие минуты для вас самые удобные. Перебралась в более привычное место, вы, наверное, узнаете, то место, то кресло, где я снимаю большую часть видео для вас. Со студиями вообще это очень интересный вопрос, когда я начинала снимать свои видео на ютюбе, денег тогда не было для отдельной студии, жили мы тогда всей семьей в маленькой, небольшой, скажем так, квартире, она была совершенно не фотогеничной, там снимать видео нельзя было, поэтому мы придумали такой хитрый трюк, кстати, обязательно его возьмите на вооружение, может быть, кому-то пригодится. Иногда, иногда, не всегда, иногда в новостроях можно найти квартиры, которые были куплены как инвестиция, но у хозяев не было денег вкладываться в ремонт, и поэтому эти квартиры, вот как, скажем так, мертвые инвестиции висят у этих людей. Так вот, мы придумали находить такие квартиры, договариваться с хозяевами, что мы сделаем небольшой, минимальный, вот просто такой минимальный-минимальный ремонт, непригодный для жизни, но пригодный для того, чтобы там снимать видео и работать моей командой. И мы договаривались, и таких студий у меня было целых две, начинала я с той самой студии, где полосатая стена, это вот именно такая квартира в новострою, мы сделали минимальный ремонт, просто минимум необходимый для того, чтобы там провести полдня или целый день. Дальше нам пришлось поменять студию, и мы снимали уже более просторную, более классную студию. На высоком этаже там сидела вся моя команда, и именно в той студии мы и запускали наш бренд The Other Colors. А еще вы наверняка вспоминаете, что самые-самые первые видео я снимала, когда сидела, говорила, где-то в кафе или где-то на открытом пространстве. Это было из-за того, что ну прям совсем никакой студии не было, мы тогда только арендовали первую студию, делали там ремонт, и уже хотелось поскорее запустить свой канал, поэтому и снимали везде на природе, в кафе, где только мы могли договориться. Ну и вы уже и без меня знаете, что примерно год назад сбылась наша с мужем мечта, и мы переехали в свой дом, и теперь для меня это означает огромнейшая экономия. Я снимаю все свои видео здесь, а значит студия мне больше не нужна. И раз уж мы с вами погрузились в тему, как начинался мой канал, я решила подготовить для вас маленький сюрприз и маленький подарок. Помните сумку манго, о которой я говорила в одном из предыдущих своих видео «Хочу-могу» осеннего гардероба? Мы с вами говорили о том, что сумки манго в текущей коллекции особенно удались. Так вот, я для вас подготовила в качестве подарка сумку манго, которая достанется одной из вас. От вас требуется написать комментарий под этим видео, в котором написать, почему и когда вы подписались на мой канал, что интересного вы узнали из моего канала. Возможно, какие-то интересные истории, как мой канал изменил вашу жизнь, или что просто интересного вы узнали, что оказалось очень полезным для вашего стиля. И ровно через неделю в моем аккаунте в Instagram, в формате Instagram Stories, я выберу комментарий, самый вдохновляющий, самый душевный комментарий. И автору этого комментария вышлю эту сумку за свой счет в качестве моего маленького, скажем так, благодарственного подарка. Теперь по поводу оборудования. И здесь тоже очень интересный трюк хочу вам показать. Итак, сейчас я пишу на Canon EOS R6, он называется, объектив полтинник 1.8, кажется, этот полтинник. Это полупрофессиональная, очень дорогая камера. Сейчас я с вами разговариваю на мой старый Canon, с которым я начинала писать. Это EOS 70D, тоже объектив полтинник. С этой камерой я начинала, и, как вы видите, разница ощутима. А вообще, на самом деле, можно записывать видео ютубовские и просто на хороший, качественный iPhone. Есть у меня видео на канале, которые были полностью записаны на iPhone. Но тогда для этого нужен хороший стадикам, то есть стабилизатор, специальные стабилизаторы, которые спроектированы для iPhone. Они тоже, на самом деле, стоят не такие уже большие деньги. Но вот вам просто ощутить разницу. Итак, камера, которая вместе с объективом стоит порядка 3,5 или даже ближе к 4 тысячам долларов. Камера, чья рыночная цена сейчас не поднимается выше, чем 200 долларов или около того. Или старый любимый iPhone. Самое интересное, что на моем канале я снимаю видео на все три камеры, в зависимости от того, какие условия съемки, как я снимаю, далеко ли я отъезжаю, нужно ли все это тяжелое оборудование брать с собой. Но на самом деле, если снимать классный, интересный, качественный контент и знать, как работать с камерами, с объективами, как их правильно подбирать, как использовать стабилизаторы, то можно снимать на любое оборудование, включая самый недорогой iPhone. Только если он стоит 200 долларов, то iPhone сейчас стоит... Да, ну, типа дорого. Ну да. Да, я поняла. Но он есть у всех по определению, понимаешь? Просто старый добрый iPhone звучит еще дешевле, чем камера. А, нет, ну я это в том смысле, что старый добрый iPhone есть у каждого в кармане. Или Samsung, да, но это то, без чего вы жить не можете. А без вот этой вот камеры моей любимой, Canon, которой 6 лет или около того, в принципе, прожить можно. Ну, в общем, я думаю, логику вы поняли. Забыла вам проговорить еще один важный вопрос, который очень часто мелькает в комментариях. Итак, что я делаю со всеми этими вещами? Во-первых, скажу, что вы должны понимать, что гардероб Елены Галанты не просто гардероб модницы или шопоголика. Для меня вещи – это оборотные средства, это то, с чем я работаю. У меня должно быть много вещей, чтобы снимать вам видео, чтобы вдохновлять вас на какие-то интересные сочетания. Для этого мне нужны вещи. И, естественно, что мой гардероб намного больше, чем гардероб любой другой модницы. Поэтому вы никогда не равняетесь и не думаете, что вот если у Лены такой большой гардероб, значит и у меня должен быть гардероб таким же большим. Нет, для меня мой гардероб – это мои оборотные средства. Так вот, если это брендовая вещь в хорошем состоянии, то я продаю на своей страничке Галантсейл. Там, кстати, сейчас, оставлю ссылочку на него, сейчас появились новинки моего летнего гардероба. Если вещи годятся к дальнейшей переработке, если они, ну, скажем так, относительно изношенные, то я их отдаю в специальные учреждения, где они идут на ресайклинг. Я изучала эту тему, я точно знаю, какие вещи годятся для того, чтобы их перерабатывать, какие нет. Поэтому я сама разбираю эти вещи. Если надо, снимаю металлическую фурнитуру. Кстати, это очень важно. Если даете вещи на переработку, срезайте крупную тяжелую металлическую фурнитуру. Это будет мешать дальнейшей переработке. И третья категория вещей, если вещи какие-то старые, и я знаю, что они кому-то пригодятся, то у меня есть большой список моих подруг, родственников, друзей, кто нуждаются, скажем так. И я каждому из них отдаю определенные вещи, потому что я знаю, у кого какой размер и какая вещь на кого сядет. Ну и, конечно, я не могу снимать подобного рода видео и хотя бы вкратце не пойтись по теме способа заработка у ютюберов. Итак, конечно же, способ заработка номер один — это YouTube нам напрямую платит деньги за просмотры. Чем больше просмотры, тем больше мы заработали денег. Второй способ заработка — это рекламные контракты с рекламодателями. В большинстве случаев в последнее время ютюберы, авторы, блогеры подписывают рекламные контракты через рекламное агентство не напрямую с брендами. Это может быть или фокусное видео, когда видео выкупается полностью под какой-то конкретный бренд, или это может быть то, что называется интеграция, то есть когда выкупают несколько минут в тематическом видео. Кроме вышеуказанного, лично для меня еще один из самых приятных и интересных способов монетизации — это обучающие продукты. Вы наверняка точно покупали курсы у кого-то из моих коллег. Мне кажется, что это и очень интересный способ заработка, и для вас интересный способ получить какие-то ценные знания, которые большинство блогеров не выкладывают в свободном доступе. Если говорить про меня конкретно, то, конечно, это обучающий проект «Стильная кухня». Очень простой, очень понятный обучающий проект, направленный на тему проработки базового гардероба. Я его провожу совместно с Дианой Госс уже второй год, и недавно, как вы знаете, я стала преподавателем в Европейской школе стиля. У меня есть свой блог «Персональный стиль как визитная карточка». Там мы с будущими профессиональными стилистами изучаем тему, я это называю тонкие материи, когда вы смотрите на девушку и думаете, вот у нее есть вкус, у нее есть стиль, как складываются образы, то, что называется анатомия стиля, анатомия вкуса. У меня есть свой блог, посвященный этой теме. Ну и, конечно же, тема сочетания цветов. Вы знаете, что для меня это моя родная тема, тема, в которой я чувствую себя как рыба в воде. И, наконец-то, ближе, я думаю, что к концу сентября, возможно, в октябре, я запускаю свой курс «Как сочетать цвета как профессионал на широкую публику». Я уже прокатила, скажем так, если можно выразиться так, этот курс на будущих профессиональных стилистов. Получилась сумасшедшую обратную связь. Первый вебинар по этой теме у нас длился почти 4 часа. Аудитория меня не хотела отпускать. И особенно приятно, что там был достаточно высокий процент абсолютно холодной аудитории, которые меня видели в первый раз. И даже они были в полном восторге. Посмотрите, как много приятных слов. Боже мой, девочки, я в восторге. Больше чем 2 часа мы провели с вами в общении. Смотрите, как много положительных комментариев. Класс! Я потом читала отзывы, общалась напрямую с кураторами Европейской школы стиля. И, конечно же, это был абсолютный фурор. Мне безумно было приятно там работать. Но я уже, наконец-то, могу вам анонсировать, да, что в сентябре, в октябре я адаптирую этот курс, сделаю его понятным не только для профессионалов, но и для новичков этой темы. И обязательно буду делать много объявлений. Еще один небольшой способ заработка, но это больше даже не сколько заработок, сколько классное времяпрепровождение, это пресс-туры. Ну, конечно же, в условиях пандемии все это не настолько сейчас актуально, но вы наверняка вспоминаете. Несколько раз я летала в Стокгольм. Меня приглашали на ивент Дэниел Веллингтон. Из недавних путешествий, вот буквально на прошлой неделе, я летала в Харьков. Мои любимые вандер открыли новый шоурум в центре города, шикарное помещение. И в честь этого мероприятия они пригласили меня. Харьков, привет, дорогие! Я прилетела на выходные. Меня пригласили любимые вандер-галлери. Они открыли новый шоурум и пригласили меня провести встречи с моими подписчиками. Я проведу небольшую лекцию про стилю. Будем много говорить о моде, о женских хотелках, о блогерстве и, в конце концов, просто обниматься. Самое, что приятное, что в итоге зарегистрировалось так много человек, что нам пришлось разделить на две части. Так что сегодня буду встречаться с несколькими группами. И я в предвкушении. Вот такое видео у нас получилось. Я очень надеюсь, что в этом видео вы услышали вопросы, которые, возможно, крутились у вас в голове. Или, возможно, я вас вдохновила на то, чтобы опробовать свои собственные силы на YouTube. Еще раз напоминаю о нашем конкурсе. Буду с удовольствием, с радостью перечитывать все ваши комментарии. Через неделю обязательно загляните ко мне в Instagram Stories, чтобы посмотреть, а вдруг вы выиграли наш приз. Ну, а я буду с вами прощаться. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Обожаю, целую. И встретимся в следующих видео. Пока-пока. Как я рада видеть, что вы все еще тут. Надеюсь, вы не отвлеклись, а с умом и осознанно продолжайте смотреть это видео. Тогда я предлагаю вам посмотреть предыдущее видео у меня на канале в формате «Хочу-могу осеннего гардероба». Там я для вас подготовила новинки того, что вы можете купить в масс-маркете. Те вещи, которые немного визуально повторяют дизайн культовых вещей в люксе и в мидл-маркете. Кликайте на прямоугольничек сюда. Да и, конечно же, напомню о том, что нужно кликнуть на кружочек, кликнуть на колокольчик для того, чтобы подписаться на мой канал и не пропускать мои видео.